МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Архангельск должен стать безопасным городом. В столице Поморье идет внедрение одноименного проекта. В городах-участниках этой пилотной программы устанавливаются дополнительные камеры наблюдения, датчики пожарной сигнализации и прочее оборудование, информацию с которого смогут считывать операторы единой диспетчерской службы. Именно она станет координирующим центром и оповещения, и отчетности. Информация о происшествиях, реагировании и ходе устранения последствий будет поступать и руководству области. Безопасность будет обеспечена за счет своевременного реагирования на ситуации, которые могут создаваться нештатные пожары, какие-то действия, связанные с нарушением общественного порядка. Любого рода нештатные ситуации, которые могут быть вызваны наличием объектов техногенных, промышленно опасных, либо объектов транспорта. Полноценное тестирование системы «Безопасный город» в городах-участниках проекта запланировано на 20 декабря. Наступивший день станет особым для главы города Архангельска. Игорь Годзиш отмечает сегодня свой 47-й день рождения. У руля столицы Поморья Игорь Викторович встал менее года назад. До осени 2015-го он работал в правительстве Архангельской области. Стоит обратить внимание на один достаточно говорящий факт. На предприятии «Севмаш» Игорь Годзиш проработал 21 год, пройдя путь от рабочего до главного энергетика. 4 декабря 2015-го он вступил в должность главы Архангельска, и за это сравнительно небольшое время уже видны результаты его работы на посту городоначальника. Сегодня в Архангельске состоится презентация молитвослова, напечатанного шрифтом Брайля, который позволяет читать незрячим людям. Авторство издания принадлежит Архангельской библиотеке для слепых. Презентация молитвослова пройдет в творческом зале областного дома молодежи. Самый большой художественный смотр страны. Так можно охарактеризовать выставку «Лики России», которая откроется в Архангельске в начале декабря. 90 региональных отделений Союза художников от Камчатки до Калининграда представят живописные полотна, скульптуру, графику. Конечно же, северяне смогут увидеть и работы архангельских мастеров. Экспозиционные пространства оживят лекциями, мастер-классами и искусствоведческой конференцией, на которую приедут, например, эксперты из Русского музея. Уберечь лес от огня. На подготовку к будущему пожароопасному сезону из бюджета Архангельской области 2017 планируется направить более 160 миллионов рублей. Это больше, чем аналогичные цифры года текущего. Задача, которую преследуют региональные власти – сохранить объемы финансирования, которые идут на охрану лесов. В противном случае огонь может нанести серьезный ущерб. Стоит отметить, что основная нагрузка по обнаружению и ликвидации возгорания в лесах Поморья возложена на единый лесопожарный центр. Перед тем, как выйти на улицу, обратите внимание на то, что сейчас в Архангельске мороз на температурах минус 12 градусов воздуха. Впрочем, по ощущениям, намного холодней. Программа «Сейчас в регионе» каждый час на телеканале ПС. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова